Добрый день, друзья! Сегодня в эфире 118 выпуск передачи новости Турдизи одной строкой. Я напоминаю наш формат, вы задаете мне вопросы под этим видео и я пытаюсь найти на них ответы. Итак, сегодня в программе. Будет ли в новом сезоне сериала «Кольцо. Старый каст», когда начнутся съемки сериала «Кыванча Тадлы Туа». Если новый проект у Мелисы «Ослы» помог, уйдет ли Араз Булута и Немли на цифровую платформу после завершения работы над сериалом «Чукур». И почему в Турции такое огромное количество мужских сериалов. Итак, мы начинаем. Вопрос. В декабре планировали съемки сериала «Организация». Начались. Подтвердилось, что с Чагларом Эртурулом в паре играет Денис Байсал. Съемки сериала, как и предполагалось, начались в декабре. Они проходят в Анкаре. Денис Байсал сначала не будет в паре с Чагларом Эртурулом. Но по ходу развития событий они станут парой. То есть, все подтвердилось, съемки идут. И, скорее всего, премьера сериала состоится в конце января. Вопрос. Когда начнутся съемки сериала «Барбаросса»? Предположительно, в январе. Вообще, очень сложные съемки замахнулись на слишком большой кусок. Да, очень большие деньги вложены. Это не проблема. Но проблема в том, что в Турции еще не было сериалов с таким количеством спецэффектов. А спецэффекты на воде считаются самыми сложными в мире. Поэтому очень долго предполагалось, что все-таки будут использованы американские ресурсы. Но поскольку сейчас в мире пандемия, этого сделать нельзя. Приходится рассчитывать на собственные силы. А собственных сил не хватает. Первоначально съемки начнутся без актеров. То есть сначала будут сделаны крупные планы, которые будут потом использованы как перебивка. То есть между сценами вставляются некие моменты, такие общие, на котором показывается, где именно развивается событие. То есть сама местность, на которой развивается событие. В основном в данном случае это море. Сложность заключается в том, в данном случае, что нужно не просто снять море, солнце и природу. А какие-то средневековые города, в которых, собственно, въезжают или выезжают герои. А это все делается на компьютере. Ну и, естественно, морские битвы тоже будут делаться на компьютере. То есть будут достаточно сложные съемки, которые пока не требуют непосредственно актеров. Актеры подключатся чуть попозже. Сейчас они тренируются. Учатся фехтованию прежде всего. Учатся, как правильно себя вести на море. У Ингина Алтана Дюзятана, естественно, есть опыт. Он в Эртугроле снимался. А Улаш Туна Астепе как раз сейчас готовится. Ну и Ингин Алтан Дюзятан – опытный моряк. У него яхта есть. Так что проблемы, я думаю, ему не составят изобразить морского волка. Опять же, Улашу придется много поработать, чтобы выглядеть убедительно в кадре. Премьера сериала запланирована вроде бы на весну. Но это пока не точно. Возможно, все-таки отложат до осени. Я повторяюсь, очень сложные съемки, тем более в период пандемии. Вопрос. Будет ли во втором сезоне сериала «Кольцо» старый каст? Когда в прошлом году продюсер Юсуф Есенкал говорил о том, что они будут снимать второй сезон, он говорил о том, что каст будет новый. Но когда он разместил объявление о том, что будет все-таки второй сезон, он разместил фотографию Ханде Эрчель. То есть, совершенно непонятно, что он имел в виду. То ли просто ему понравилась эта картинка, то ли он все-таки намекает, что Ханде в сериале будет. В любом случае, все остальные актеры сейчас заняты в других проектах, так что вряд ли они смогут собрать старый каст. Может быть, кто-то из старого каста будет. Но это один-два человека, остальные будут новыми. С другой стороны, если они планируют для цифровой платформы этот сериал готовить, то есть вторую часть «Кольца», то они могут снимать летом. Летом может освободиться и остальной каст, который был ранее в сериале. Тем более, что Юсуф Есенкал в прекрасных отношениях с Энгином Айканатом. А Энгин Айканат сейчас менеджер Серкана Чайолу. То есть, договориться хотя бы с Серканом, я думаю, Юсуф Есенкал сможет. Опять же, с условием, что сериал будут снимать чуть попозже. Не завтра-послезавтра, поскольку у Серкана сейчас новый сериал, который называется «Кипр». Съемки его займут где-то примерно полгода, и летом он уже будет свободен. Вопрос. Когда начнутся съемки сериала «Ешельчам» с Чаотаем и Лусоем? Съемки сериала должны стартовать 10 января. Может быть, чуть пораньше, пока идет читка сценария, но уже все, уже на готове. И съемки начинаются в самые ближайшие дни. Могу порадовать поклонников актера. Те, кто читали сценарий, заявляют о том, что это один из лучших сценариев за последние годы, которые они вообще видели. То есть, они просто в восторге от того, что они прочитали. Как известно, главное все-таки это не звездное имя, а главное сценарий. Если сценарий интересный, если сериал делает профессиональный, очень хороший режиссер, то сериал будет интересен аудитории, и это будет успех. Без хорошего сценария ни один актер, даже самый звездный, ни один сериал спасти не сможет. Так что в данном случае мы можем только порадоваться, что Чаотай снова выбрал проект, который, похоже, будет интересен. Вопрос. Джан Яман, правда, получит 100 тысяч евро за одну серию итальянского сериала? Эту информацию выдал таблоид поста. К сожалению, таблоиду этому верить не стоит. Они слишком часто врут. То есть, на ваше усмотрение. Хотите, верьте, хотите, нет. Я думаю, в данном случае особого значения это не имеет. Главное, что Джан Яман нашел для себя проект, который ему подходит. Если он за него получит 100 тысяч, прекрасно. Если больше, если меньше, то особого значения, я думаю, это не имеет. Он может заработать и на рекламе, и в других проектах. То есть, главное в данном случае престиж именно в работе, а не в том, сколько он за нее получит. Тем более, что конфиденциальную информацию подобного рода о том, что написано в контракте, сумма контракта, обычно не разглашают. Поэтому, скорее всего, информация не совсем соответствует действительности. Но я не думаю, что она очень сильно отличается от реальности. Вспомните, что в Голливуде актеры получают миллионы долларов. Ведущие актеры, конечно. То есть, 100 тысяч евро – это нормальные расценки. Тем более, что Джан потратит на эту работу почти два года своей жизни. И, я думаю, он вполне может рассчитывать именно на такое вознаграждение. Вопрос. Когда начнутся съемки сериала «Пера Пала» с Хазал Каэм? По предварительной информации, съемки сериала «Пера Пала» должны начаться в январе. Но партнером Хазал будет не Илькер Каллили. С Илькером Каллили договориться не получилось. Я не знаю, что там произошло. Но у нее будет другой партнер. Вернее, два партнера. Поскольку там и менеджер отеля, и владелец престижного клуба. То есть, два главных мужских персонажа будут. Но все-таки это женский сериал. И все действие вертится вокруг героини Хазал. Вопрос. Когда начнутся съемки сериала «Кыванчататлэтуа»? В съемке сериала «Кыванчататлэтуа» история «Подводная нотки» стартует в конце января. Я делала специальный выпуск, посвященный этому сериалу. Как оказалось, это спин-офф сериала «Инджо-дэ-найт» в ночь. Который был первым бельгийским оригинальным сериалом Netflix. Мне он безумно понравился. Я еще говорила, что вот бы сняли такой же сериал с «Кыванчем». И мое желание сбылось, что очень, конечно, приятно. Спин-офф – это развитие сюжета по линиям других персонажей. То есть, мир будет тот же самый. Все условия в этом мире будут теми же самыми. Сценарист тот же самый. Но герои будут другие. В данном случае это будут герои на подводной лодке. Главная роль – «Кыванчататлэту». И они также, как и герои бельгийского сериала, будут спасаться от разрушительных лучей солнца, которые убивают все живое. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о менеджере Ингине Айканате. У него столько суперзвезд. Как он успевает со всеми работать? По-моему, ему для этого нужна армия помощников. Об Ингине Айканате не так много информации. Это достаточно закрытый человек. То есть, он предпочитает держаться в тени своих клиентов. Иногда эти клиенты, в том числе и его друзья большие. Известно, что он раньше работал в США. То есть, он вернулся в Турцию уже достаточно состоятельным человеком. И решил открыть свое актерское агентство. И в этом ему помогла его жена Илькнур Айканат. Которая очень общительный человек. И к тому же, она была стилистом. Она начала работать на съемках сериала «Я назвала ее Фериха». Познакомилась с Чаатаем и Лусоем, с Хазал Каем. И стала их большим другом. Затем она познакомила уже Чаатая и Хазал со своим мужем, Ингином. Чаатай в этот момент как раз остался без менеджера. Они с Ингином достаточно быстро подружились. И по дружбе, в общем-то, это не было каким-то бизнес-решением. Скорее, дружеской помощью. Ингин решил заняться карьерой Чаатая. Карьера Чаатая очень быстро пошла в гору. Но отношения с Ингином у них не как с клиентом, а скорее как с другом. Чаатай сам признается, что Ингин для него самый близкий человек. Который знает, в общем-то, все его секреты. И ближе его никого нет. У них и деловое партнерство также. Они занимаются бизнесом в Штатах вместе. То есть здесь скорее партнерские отношения, а не клиентские. Затем появились и другие актеры в агентстве. Когда у Хазал Кая закончился контракт с предыдущим агентством, она перешла к своим друзьям. К Ингину, Чаатаю и Илькнур. В этот момент случилась не очень приятная ситуация. Илькнур и Ингин развелись. Но развелись они очень цивилизованно. Что, кстати, характеризует Ингина как человека. Он не только не стал скандалить с женой, вообще сначала даже не поняли окружающие, что они развелись. Они продолжили дружить, они продолжили работать вместе в одном агентстве. То есть Илькнур до сих пор продолжает обслуживать его клиентов, стили подбирать. Они прекрасно общаются, они вместе развлекаются. То есть, в общем-то, ничего особенно не изменилось. Но у него сейчас другая возлюбленная и у Илькнур тоже своя личная жизнь. Агентство Ингина расширяется. Появились другие звезды. Фарагзиня Пабдулах, Серкан Чайалу, Азгей Гюрель, Селин Шикерджи. Но у него очень четкая позиция. Если он видит, что он не сможет дальше продвигать карьеру актера по каким-то соображениям, он передает этого актера своим друзьям в соседнее агентство. Например, так произошло с Ингином Астюрка, с которым они остались друзьями. Но Ингин ушел в агентство Art Istanbul и продолжает работать уже с новым агентством. То есть нельзя сказать, что Ингин собака на сене, которая вот цепляется за каждого клиента. Он прежде всего думает о том, как будет лучше для актера. Стратегия Ингина – это не запираться на только турецком рынке, а развивать карьеру своих подопечных за пределами Турции. Прежде всего США. Как вы знаете, он заключил контракт с United Talent Agency. Он очень часто бывает в США, в том числе и по делам актерским. То есть он развивает карьеру своих подопечных уже в Штатах. Ну и кроме того, там бизнес. Они с Чаотаем занимаются чайным бизнесом в США, где его партнером также является Мали Шимшек. Принципиальная позиция Ингина Айконата. Его подопечные должны зарабатывать себе славу в Турции исключительно своей работой. Никаких желтых сплетен, никаких любовных интриг, никаких пиарных кампаний в турецкой прессе. Вот этого он очень не любит. Он предпочитает, чтобы репутация была достаточно чистой у его актеров. Ну, естественно, актеры разные, ситуации разные. Бывают такие, что не уследишь. Они такое натворят, что потом не разгребешь. Например, Мерве Болор. Ее все прекрасно знают, поскольку она достаточно сложный человек. Но, тем не менее, он пытается контролировать желтую прессу и не позволять каким-то большим скандалам разразиться. Это не у всех менеджеров, скажем так, такая позиция. Некоторые, наоборот, стремятся попасть на страницы желтой прессы, устроить очередной скандал. И, таким образом, некоторые актрисы и актеры держатся на плаву в течение многих лет, хотя они уже давно не работают. У Ингина абсолютно четко. Ты должен работать. Если ты актер, значит, ты работаешь. Твои работы будут говорить за тебя, а не журналисты на страницах желтых изданий. Вопрос. Говорят, что Иртур Улбей живой. Это правда? Нет, это не правда. Слухи поползли, поскольку Тамер Иид не покинул сериал «Основание осмам», несмотря на то, что его героя действительно убрали из сериала. Но вспомните, с Сулейман Шахом было точно так же. То есть, то, что его жизненный путь был закончен, тем не менее, он остался в проекте, актер, и приходил к своему сыну Эрту Рулу в снах, беседовал с ним, наставлял. И, я думаю, здесь будет то же самое. Так что актер еще появится в сериале, но, увы, в качестве уже сновидения. Вопрос. Есть ли новый проект у Дуйгу Сарышин? Дуйгу Сарышин присоединилась к касту фильма Имаза Эрдаана «Ненависть», который готовят для интернет-платформы Нетфликс. Также в касте Ахмед Мимтас Тайлан, Джим Йит Юзималун и Рюзгар Аксой. Фильм начинают снимать уже в январе. Вопрос. Правда, что Барыш Кылыч появится в сериале «Неверный»? Нет, не правда. Актер предпочел лично объявить о том, что он к сериалу «Неверному» не присоединяется. Так что слухи совершенно беспочвенные. К сожалению, запретный плод, он тоже не вернется. Я знаю, что многие задают этот вопрос. То есть пока он без работы. Вопрос. Есть ли новый проект у Мелисы «Ослы помог»? Мелисы присоединилась к касту сериала телекомпании «Аклы фильм», который снимает, кстати, пробуждение «Великие сельжуки» и телеканала «ТРТ-1» «Хай Султан», где главную роль играет Четин Тикендор. Как вы видите, это нелюбовный роман. Это история о знаменитом шейхе мусульманском. Достаточно религиозная будет. Но Мелиса, наверное, сыграет какую-то интересную роль. Если она согласилась на этот исторический проект, думаю, исторические костюмы ей прекрасно подойдут, поскольку у нее совершенно османская внешность. И в исторических костюмах она будет выглядеть великолепно. Это мини-сериал, то есть он будет делаться по принципу «Сначала снимаем все серии, затем показываем». Опасность того, что снимут с эфира неожиданно из-за рейтингов, нет, поскольку это госканал. Будет 26 серий по часу каждая. Вопрос. Есть ли новый проект у Экина Мерта Даймаза? Да, есть Экин Мерта Даймаз присоединился к касту сериала «Воин», который идет на пятый сезон, но пока неизвестно, где он идет на пятый сезон, поскольку телеканал «Фокс» по-прежнему не анонсирует этот проект. Говорили, что он, может быть, будет на телеканале «Де», но пока никакой информации нет, за исключением того, что анонсируют каст проекта. Вопрос. Правда, что Талат Булут вернется в сериал «Запретный плод»? Нет, не правда. Талат Булут дал недавнее интервью, в котором опроверг эту информацию, несмотря на то, что в сериале говорят о том, что Халит якобы жив, но возвращаться в сериал «Запретный плод» Талат не планирует. То есть это, видимо, все большая подстава, никаких Халитов в живых там не осталось. Вопрос. Когда начнутся съемки сериала «Явуз», сказал Филис Кючук Кюсе и Джингизом Джушкуном. Сейчас идет примерка костюмов и читка сценария. Сами съемки начнутся во второй неделе января, если все пойдет по намеченному плану. Я напоминаю, что сериал предназначен для интернет-платформы «Экзен». То есть на свободном телевидении он не будет. Пока «Экзен» бесплатный будет пару недель, затем за него надо будет платить, но, насколько я знаю, он будет доступен со всего мира. То есть если вы знаете туристский язык, то вы можете вполне подключиться и смотреть сериалы, которые там будут выходить. Вопрос. До финала Чукура осталось всего 17 серий. Если у Араса будут Айнемли новый проект. Действительно, финал Чукура состоится в конце мая, так что да, скорее всего у Араса есть какие-то планы, но пока ничего не озвучено, поэтому сказать что-то конкретное я вам не могу. Ходят слухи о том, что это, возможно, будет интернет-проект, возможно, на Нетфликс, но опять это все возможно и пока никакой конкретики нет, поэтому я ничего и не озвучиваю. Когда появится что-то более конкретное, я, естественно, вам сообщу. Но я думаю, что до конца Чукура все-таки предпочтут помолчать и будет озвучено реально, что будет делать дальше Арас, только после того, как Чукур завершится. Что слышно о сериале «Музей невинности»? Сериал «Музей невинности» готовит интернет-платформа Avanzon и, поскольку это американский проект, когда началась пандемия, то все американские проекты были отложены, в том числе и «Музей невинности», который перенесли на год. Уже полгода прошло, даже больше, и, скорее всего, где-то уже ближе к лету начнутся активные подготовки к съемкам. Во всяком случае, говорят о том, что сейчас Чаотайолусой снимется в сериале «Ешельчам» 20 серий, то есть съемки в сериале займут где-то 3-4 месяца, и уже летом он будет свободен, начав подготовку как раз к «Музею невинности». Причем, что интересно, «Музей невинности» будет происходить в тех же декорациях, что и «Ешельчам», но на 10 лет, как бы, позже. «Ешельчам» будет происходить в 60-е годы, а «Музей невинности» там же, но в 70-е годы. То есть, таким образом, Чаотай просто перейдет из одного сериала в другой, достаточно логично. Он, кстати, будет выступать и продюсером в «Музее невинности» исполнительным, так что для него это будет подготовка и к той работе, которая его ждет после окончания «Ешельчама». «Ешельчам»?» Вопрос «Никак не могу привыкнуть к турецкой системе создания сериалов. То рейтинги низкие, то съемочная группа внезапно меняется, не закончив проект. Затем приходит другая и ставит все с ног на голову. Зачем тогда снимать около 30 сериалов в неделю? Может, лучше снимать меньше, и таким образом улучшить качество и рейтинги продукта? Я думаю, вы не совсем понимаете, что значит создание сериала в Турции. Это бизнес. Причем бизнес, которым занимается огромное количество людей. Они не могут договориться между собой. Ты не создавай сериал, я буду создавать, и я получу деньги. Другой человек тоже хочет заработать. В данном случае работает конкуренция. Создают сотни сериалов в год, выживают десятки, а суперхитами становится всего несколько. То есть это, в общем-то, нормальный процесс, здоровая конкуренция, которая позволяет выявить победителя. И именно поэтому по вашей схеме снимать меньше сериалов не получится. Это не госзаказ и не государственная разнарядка, когда определяется, какое количество продукции нужно поставить народу. Такого ничего нет. Что касается производственной части, я уже об этом рассказывала. Посмотрите, про предыдущие выпуски. Коротко, банки дают кредиты, на эти кредиты снимают сериалы, но кредиты красносрочные. То есть, дал – сняли, не дал – не сняли. Для того, чтобы получить кредит, необходимо, естественно, иметь рейтинги. То есть, определенное количество зрителей, которые этот сериал будут смотреть. Если зрители будут смотреть сериал, значит, будет реклама. Если будет реклама, значит, можно будет получить деньги на продолжение работы, и банки дадут также кредиты, на которые можно продолжать снимать. То есть, в данном случае, это система велосипед. Если ты чуть-чуть затормозишь, если ты свалишься, то все, ты остался на обочине, ты уже никому не интересен. И действительно, система работает так, что команды выдыхаются, они постепенно теряют вдохновение, и в конце концов, в определенный момент просто уходят, и их заменяют на другую команду. Нормальный рабочий процесс. Да, конечно, лучше снимать заранее, лучше снимать короче, лучше снимать, имея определенный сценарий. Это все, конечно, лучше. Но такие эксперименты могут себе позволить либо государственный телеканал, у которого достаточно денег, и к которому не надо бежать в банк или к рекламодателям, либо интернет-платформы, которые выкладывают сериал целиком, полностью один сезон, либо выкладывают так же, как и телевизионные каналы. Но у интернет-платформ есть огромнейшее преимущество, им опять же, никуда бежать не надо. Если у тебя 5 миллионов подписчиков, которые каждый месяц будут тебе платить, то тебе никакой банк не нужен. Эти самые миллионы подписчиков тебе обеспечивают необходимые доходы для того, чтобы ты производил сериалы совершенно спокойно, не опасаясь того, что ты завтра останешься без денег. Вся система турецкая шоу-бизнеса работает по принципу получения прибыли, и ничего, кроме прибыли. О художественной части, скажем, творческой, речь идет в последнюю очередь. Не думайте, что турецкие сериалы это арт-хаус. Ничего такого нет. Это Макдональдс. И работает он по принципу фаст-фуда. Вопрос. Расскажите о Гехане Алкане. Есть ли у него новые проекты? Популярен ли он в Турции? Правда ли, что он женится? О Гехане я уже рассказывала, повторяться не буду. Новых проектов пока у него нет. И что касается популярности в Турции, он известен. То есть он не пользуется огромной популярностью, но турки его узнают. Это уже кое-что, поскольку обычно турецкий зритель смотрит сериал, смотрит на актера и затем сразу забывает, кто это вообще такой. Остаться в памяти у турецкого зрителя это уже большое достижение. Только очень малое количество актеров становится звездами. В основном все работают нормально, снимаются в сериалах, уходят, приходят и, в общем-то, не задерживается в памяти у турецкого зрителя. Что касается вопроса о свадьбе. Нет, пока вопрос о свадьбе еще не стоит, но он начал встречаться со своей коллегой по сериалу «Запретный плод», в котором он снимался, Несринджа Вадзаде. Причем объявили они о том, что они вместе после того, как он уже завершил съемки. Когда были съемки, они предпочитали не светить отношения, считали, что это непрофессионально. Сейчас они вместе, как будут в дальнейшем развиваться их отношения, я не могу сказать, но пока они счастливы. Вопрос. Минныкше из «Дочери посла» покидает сериал? Да, действительно. Актриса завершила съемки в сериале «Дочь посла» и, видимо, новые сценаристы, которые пришли на место старых, решили поменять сюжет и поменять в том числе и героев, которые заняты в проекте. Так что, действительно, актриса ушла. Вопрос. Судя по всему, сериалы смотрят мужчины в Турции. Им что, больше делать нечего? Мужчины в России смотрят футбол, мужчины где-нибудь в Новой Зеландии смотрят регби. У каждой страны есть свои предпочтения, и мужчины в этой стране смотрят, в общем-то, то же, что и их коллеги. В Турции смотрят сериалы. И да, половина сериалов в Турции делаются специально для мужской аудитории, то есть, привычные для нас понятия о турецком сериале, как о чем-то таком сентиментально-романтическом совершенно не соответствуют действительности. Когда человек уже начинает серьезно интересоваться Турдизи, он понимает, что Турдизи это долина волков, чукур и обещания скорее, а не очередная история о большой любви. Причем, в Турции смотреть сериал для мужчины это вполне нормальное занятие, престижное даже, я бы сказала. Сам президент с удовольствием смотрит сериалы и рассказывает о том, что он их смотрит. То есть, ничего позорного и зазорного в этом нет. Но я думаю, это все-таки лучше, чем сидеть где-то на лавочке, забивать козла или выпивать с друзьями. Все-таки занятие более приличное и более безопасное, скажем так. Вопрос. Есть ли новый проект у Азана Де Луная? Я обычно отвечаю под такими вопросами о том, что новой информации нет и пока нового проекта нет. Но этот вопрос я решила ответить именно в выпуске не только относительно Азана Де Луная, но и относительно всех остальных актеров. То, что в какой-то определенный момент у актера нет проекта, не значит, что завтра этот проект не появится. Это их работа. Они постоянно находятся в процессе согласования новой работы, новых проектов, новых сериалов, фильмов. То есть, если я говорю нет, пока проектов нет, это не значит, что нет. Просто мы об этом еще ничего не знаем. Более того, поскольку сейчас появились альтернативы телевидению, где снимается там 30-40 сериалов, появились интернет-платформы сразу несколько новых. Буквально пару дней назад стартовало сразу две новые интернет-платформы это Гейн и Экзен. Также работает Нетфликс, Блу ТВ, Амазон. Скоро придет Дисней и HBO Max. То есть, огромное количество новых платформ предполагает, что у каждой платформы будут передачи, фильмы и, естественно, сериалы. Завтра Азанда Лунаи или какой-нибудь другой актер обязательно подпишется на проект какой-либо из этих платформ. Либо пойдет на телевидение, либо еще куда-то. То есть, не беспокойтесь, если человек хочет работать в этой профессии, он обязательно себе работу найдет. Разумеется, не всегда эта работа соответствует его желаниям. Когда хочешь играть главную роль, а тебе предлагают второстепенную, конечно, не очень хочется соглашаться. Это другой вопрос. Некоторые сидят и ждут предложений, другие выбирают очень долго из множества предложений. Если актер популярен, то, естественно, у него множество вариантов. А третьи предпочитают идти в тот сериал, который позвали, просто чтобы не оставаться без работы. И люди просто хотят работать вне зависимости от того, это главная роль или второстепенная. То есть, у каждого своя стратегия. И я думаю, каждая стратегия имеет право на существование. Итак, друзья, первый выпуск в новом году подошел к концу. Благодарю вас всех за внимание. Благодарю вас, что вы провели этот вечер вместе со мной. Пусть это всего лишь 30 минут. Я напоминаю, что вы можете оставлять свои вопросы под этим выпуском. И я попытаюсь найти на них ответы, хотя это не всегда получается. Мы с вами встречаемся по вторникам. Всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok